Моя Родина Сибирь необъятна велика, как жених, так и богатырь, а как невеста, так и ягодка. Так, здравствуйте, друзья. Вчера был вебинар, 7 октября. Были приготовлены фотографии про персики, но я не дошел до того момента. Все было сбито, переход на руту, паука и собусь здоров. Значит, кто-то видел мою лекцию, но большинство так и не увидели. Ни в одном из двух мест. Но я решил это восполнить тем, что сегодня, 8 октября, я приехал в деревню. Показать вам последние фрукты. Вон они висят. А что им делается? Это же эти, антоновки, видите. Вот. А это розмарин. Вон они. Ну, мы уже про них говорили. А вот это вот персики. Почему они в таком виде? Значит, я не рассчитывал, что их кто-то купит. Вот, это мои помощницы их выращивают. Вот. И вырастили. Вот здесь росло их 30 чем-то штук. Вот уже продано какое-то количество. Вот. Вот эти не продано. И я не надеялся их продать. Они были вот таким образом свалены. Почему вот такие вот? Самый простой способ укрытия. Сейчас сверху. У меня сохранился со старых времен стеклоткань. Я раньше ее не укрывал. Нет. Я только тренировался. И учебные фотографии делал. Сам не укрывал. И вот смотрите. Представьте себе, что вот здесь вот лежит, как бы не означай, гнилое, вроде бы ненужное бревно. Вот оно. А здесь будет вот так вот. Пойдет вот так вот. Еще раз. Вот так, вот так, вот так. Все сверху будет лежать стеклоткань. И вот до туда. Вот до туда. Сейчас, когда вот это прижмется, смотрите. Ну, уже прижало. Все. Теперь полено уже с руль сжало. Теперь я его куда подкладываю? Ну, с одного раза, догадайтесь. Наоборот, чтобы не было контакта с землей и гниение. Вот так, видите. Теперь, когда я это сделал, остается только сверху стеклоткань. Ну, и как бы ни было мало снега, у нас мало снег живет, на скребу закроют целиком. А так как они у меня здесь и росли изначально, то они за зиму не замерзнут. Там, под будущий. Ну, сами знаете. Ну, какой тут ветер? Никакого раз положили. Ну, какой тут этот самый мороз, когда прикрытый сверху будет. Ну, пусть ткань не искусственная, так, стеклоткань, не органика. Но зато еще снегу. Вот один пример. Вот второй пример. Повторяю. Сейчас, когда это всего два дня назад, все это было согнуто в таком виде, видите. Теперь я могу ее снять, она уже не вернется в прежнее положение. И наоборот. Сейчас я ее вот сюда положу. Во! Вот так вот. Вот так вот. Теперь наоборот снизу, чтобы не было контакта с землей и меньше гнило. И тогда опять сверху стеклоткань, стеклоткань, стеклоткань. Здесь уже я так сделал, видите. Тут придавил. Сейчас даже вот это вот, наверное, какая-то полена уже лишняя, смотрите. Нет, еще не лишняя, еще полежит. Вот, пускай. Все готово. А вот это вот, в прошлом году она была согнута. Ну, так же. Вот это вот мощный саженец, ему полтора года. То есть, семечка, косточка была привита. Я ее посажил в прошлом году. Ей повезло. Она была случайно уронили, или что. И выросла за пределами вот этого вот участка, который я называю овощной. А она за пределами не стала трогать. Я только согнул и вот так же укрывал, вот так же. Потом весной она сама выпрямилась. Пусть, думаю, так будет полудоклон. Выпрямилась. И пришло время, когда его надо теперь положить на бок, а она не ложится. Ну, и не надо. Это будет контрольный экземпляр, расти будет на морозе. Вот. Ну, промежуточный вариант. Ну, я ленив в панатуре. Один из моих секретов всему свету. Вот так вот. Можно сделать. Вот так вот. И обвязать материей. И эти самые. И пленкой. Понятно, да? Вот что я хотел сказать. А почему я вдруг тут оказался? Да и фильм этот я не думал снимать. Вот. Да потому что сейчас позвонила Юлия Сергеевна, знаете, мою племянницу. И говорит, вот прямо сейчас просьба выкопать эти четыре штуки. Вот. И еще два. Две шелковицы. Вот они шелковицы. Ну, давайте закончим с этим. Ну, а что их не выкопать? Выкопаю. Интересный момент. Я заранее не знаю. Вот когда вот так растут, видите? Вполне возможно. Мы же так близко котики не садились друг к другу. А уже который случай. Видите? Вот. Может это двухъяйцовые. Ну, это я называю так, чтобы вам понятно было. То есть в одном косточке, в одной геноме два зародыша. Вот еще, возможно, эти двойные. То есть вот когда я выкопаю, я узнаю один или два. Вот. И, наверное, потом закончу съемку фильма. То есть пусть спирт состоит из двух половинок. Вот это первое. Вам же интересно знать, двухъяцовое или отрицовое. Но ученые надо мной любят прикалываться. Мол, этот самый. И шаман. И-и-и. Представляете? У-у-у. Железов шамана. И меня шаманом обозвал крупнейший ученый России с трибуны. А я этим горжусь. Потому что, знаете, когда они замечают, это одно. Нет, заметил. А там Латинков присутствовал на этом. А сеста садовода в России был в Челябинске. А он-то сам в Челябинске. Ему-то проще. А я отказался ехать. Вот. Потому что это для меня, как сказать, пройден этап. После Москвы, Челябинск. Там я уже начал пальчик дуть. Не поеду. И он мне звонил. Говорит, Константинович, ты знаешь, как нас с тобой обозвал? Вот тот самый. Называет фамилию Царства Небесного Садовода. Крупнейшего ученого. Который сказал это. Что мы с тобой шаманы с трибуны. А я горжусь. Лучше меня шаманом с трибуны назовут. Чем не замечают вообще. Вот. Ну ладно. Смотрим сюда. Сейчас, когда я прерву эту запись. Я выкопаю вот эту пару. Раз в четыре уже заказали. И вот. Ну хотя бы вот эту точно выкопаю. И попробую разделить. Разделятся, значит, двухъяйцовые. Даю повод для насмешек надо мной. Двухъяйцовые. Ну и наконец она еще сказала. Выкопайте, Валерий Константинович. Пожалуйста, девушекойцы. Мы собирались их продавать осенью следующего года. Посажены были в конце июля. Ну, куда бедно принялись. Когда выкапываешь, там еще сохраняются доста... Нет, не просто. Корни небольшие, прекрасно выкапываются. Видно. И тогда я решил так. Я сейчас остановлю съемку. Четыре персика выкопаю. Две шелковицы выкопаю. И продолжу фильм. А потом, что получится, вышлет Юля по ссылке тому, кто оплатил эти шесть саженцев. Четыре плюс два. Пока перерыв. Благодарю за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...